В прошлом часто считалось, что спутники – это безжизненные небесные тела. Однако, как мы теперь знаем, эти постоянные компаньоны планет иногда содержат больше жизни, чем мы когда-либо осмеливались предположить. Один из самых удивительных и захватывающих естественных спутников – Титан. Как многие из вас, вероятно, уже знают, поверхность самого большого спутника Сатурна покрыта не только толстым слоем гидрата метана и водяного льда, но также многочисленными реками и озерами жидкого этана и метана. И именно эти завораживающие природные образования мы и хотели бы рассмотреть сегодня с вами более внимательно. Мы посмотрим, как возникают эти захватывающие дух образования, какую роль они играют в природных процессах на Титане и какие формы принимают уникальные метановые озера на спутнике Сатурна. Надеемся, вам понравится эта увлекательная тема. Хотите посмотреть больше интересных видеороликов о самых захватывающих открытиях и явлениях в космосе? Тогда подпишитесь на Simply Space, и вы больше не пропустите ни одно из наших видео. Если вам нравится содержание наших видео, нажмите на иконку с большим пальцем вверх. Уникальная природа Титана То, что Титан — особенный спутник, становится ясно, если мы внимательно рассмотрим природу спутника Сатурна. Под этим мы подразумеваем не только упомянутые в начале характеристики поверхности спутника, но и его газовую оболочку. Фактически, кроме Титана, мы не знаем другого спутника в нашей Солнечной системе с плотной атмосферой. Оболочка из защитного газа, окружающая Титан, в пять раз плотнее атмосферы Земли. В частности, газовая оболочка спутника в основном состоит из азота, углеводородов и небольшого количества органических соединений. Чем ближе мы приближаемся к поверхности спутника, тем яснее становится, почему Титан классифицируется как ледяной спутник. Области, украшенные замороженными материалами, не менее впечатляющие, чем уникальные коллекции жидкого метана, которые мы рассмотрим более подробно позже. Спутник, название которого корнями уходит в греческую мифологию, стал известен еще в 1655 году, когда голландский исследователь Христиан Гюйгенс открыл крупнейший спутник Сатурна. То, что это имя кажется вам знакомым, не случайно. В конце концов, космический зонд революционной миссии Кассини-Гюйгенс был назван в честь известного астронома. Успешное завершение этого масштабного космического проекта произвело революцию в наших знаниях о сложной кольцевой системе Титана и Сатурна. 14 января 2005 года, наконец, время пришло. Гюйгенс отделялся от Кассини 20 днями ранее, сделав космический корабль первым искусственным объектом, вошедшим в атмосферу спутника Сатурна. Через несколько часов Гюйгенс благополучно приземлился на поверхность естественного спутника и в течение 70 минут отправил домой важные данные о Титане. Эти новаторские открытия были в конечном итоге дополнены десятками пролетов Кассини, которые позволили более пристально взглянуть на спутник с несколько большего расстояния. В то время как предыдущие облеты космического корабля Voyager из-за технологий того времени рисовали лишь приблизительную картину удивительного спутника. Ученые наслаждались беспрецедентной подробной ценной информацией о самом большом спутнике Сатурна во время миссии Кассини-Гюйгенс, которая должна была продлиться до 2017 года. В ходе предыдущих исследований считалось, что метановые озера на Титане образуются исключительно в полярных регионах спутника. Сегодня мы знаем, что образования также простираются вдоль линии, соответствующей тропическим широтам на Земле. Метановые озера на спутнике Сатурна Действительно, Титан – это небесное тело в нашей планетарной системе, которое больше всего похоже на Землю с точки зрения поверхностных образований, хотя внешняя оболочка спутника, как известно, состоит из совершенно иных химических соединений, чем поверхность Земли. Миссия Кассини-Гюйгенс принесла осознание того, что спутник покрыт многочисленными озерами, реками и даже небольшими морями жидкого метана и этана. Чтобы увидеть, как эти особенности выглядят на самом деле, полезно взглянуть на цветное радарное изображение метановых озер, сделанное Кассини в 2006 году. Темные образования тянутся по ледяной поверхности спутника, как бесконечное лоскутное одеяло. Тот факт, что метан на Титане вообще может существовать в жидкой форме, связан с очень низкими температурами, преобладающими на спутнике. Термометр на ледяном спутнике в среднем поднимается до минус 310 градусов по Фаренгейту. Эксперты предполагают, что метан на спутнике имеет примерно такое же значение, как и вода на Земле. Таким образом, влияние химического соединения не в последнюю очередь отвечает за внешний вид ледяного спутника, поскольку его природные свойства ответственны за формирование очаровательных ландшафтных структур из замороженных частиц водяного льда. Если мы посмотрим на цикл метана, мы сможем найти удивительные параллели с циркуляцией воды на Земле. Так же, как на нашей родной голубой планете, простые углеводородные соединения поднимаются в атмосферу спутника, где они затем падают на поверхность и накапливаются в больших углублениях в виде скоплений жидкости. Таким же образом запитывается сложная сеть потоков метана на спутнике. При этом отдельные рукава потока практически врезаются во внешнюю оболочку спутника и образуют холмистые области. С чисто оптической точки зрения скопления жидкого метана на Титане вряд ли отличаются от вод нашего земного дома. Жидкости присутствуют в удивительно прозрачной форме. Насколько огромны на самом деле эти галактические образования, нам станет ясно, когда мы взглянем на три крупнейших метановых озера на Титане. Их окрестили Море Кракена, Легея-Маре и Пунга-Маре. Только море Кракена занимает площадь около 154 тысяч квадратных миль. Для сравнения, самое большое озеро на Земле, Каспийское море, занимает всего 149 тысяч 190 квадратных миль. В то время как сейчас нам приходится довольствоваться цветными радарными изображениями гигантского объекта, НАСА и ЕКА уже строят большие планы по изучению моря Кракена с близкого расстояния в будущем. В рамках запланированной на будущее миссии «Тандем» спускаемый аппарат должен остановиться на поверхности метанового озера и изучить его точную природу и глубину. Захватывающие дух природное зрелище. Скопления метана на спутнике Сатурна иногда значительно отличаются друг от друга. Например, озера, расположенные в восточной части спутника, представляют собой обширные, почти похожие на океан объекты, окруженные мелководными участками береговой линии. Однако, если мы переместимся в западные регионы, мы встретим сотни более мелких метановых озер, часто расположенных на возвышенностях без прямого притока метана. Как показано, самые большие метановые озера на Титане достигают гигантских размеров. Однако их меньшие аналоги редко бывают шире полумиле, и в то же время они украшены крутыми внешними стенами. Озера, расположенные в тропических широтах спутника, питаются преимущественно подземными реками. Метановые воды, опять же расположенные в более холодных регионах, получают свои химические вещества в основном из метанового дождя из атмосферы. Количество и частота осадков, как и их земные аналоги, сильно зависят от сезонных колебаний. Хотя известно, что Земле требуется около 365 дней для полного оборота вокруг Солнца, Сатурну и, следовательно, также Титану требуется значительно большее время для этого маневра. Прошло 30 земных лет, прежде чем легендарная кольцевая планета однажды повернулась вокруг центральной звезды нашей Солнечной системы. Поэтому время года на Титане длится не три месяца, как на нашей родной голубой планете, а целых восемь лет. В зависимости от пространственного положения спутника по отношению к Солнцу, огромное количество метана испаряется с его поверхности, после чего он образует толстые облачные слои, которые впоследствии дрейфуют к полярным регионам и оседают там. Вновь подпитанные метановые озера сияют во всем своем великолепии и отражают солнечные лучи, создавая искрометное зрелище. Во время сезон колебаний температуры мы можем наблюдать еще одно удивительное явление в метановых озерах на спутнике Сатурна. Скопление жидких углеводородов выбрасывают пузыри. К такому выводу пришли специалисты, изучая метановые озера на теоретической модели. Согласно этой модели, азот многократно растворяется в озерах в определенное время года, после чего он пузырится на поверхности. Пузырьки азота настолько многочисленны, что на некоторых радарных изображениях они кажутся многочисленными небольшими островками посреди метановых озер. То, что в озерных образованиях на самом деле может быть что-то вроде островов твердых соединений, также является вполне возможным. Таким образом, считается, что твердые льдины из углеводородов плавают прежде всего на тех жидких пластах, которые относительно бедны этанам. Непонятные различия в составе Только несколько лет назад специалисты узнали, что метановые озера явно отличаются друг от друга по химическому составу, изучение некоторых данных, переданных к осенне. В конечном итоге показало, что озера в южном полушарии состоят из сбалансированного соотношения метана и этана. Однако, по всей вероятности, образования в северном полушарии состоят почти исключительно из метана. Причины этих различий должны быть подробно определены в ходе будущих исследований. В то же время эксперты обнаружили, что более мелкие озера, расположенные на высоких плато, намного глубже, чем предполагалось изначально. Согласно полученным данным, эти сравнительно небольшие образования могут выступать под землей на глубину до 300 футов. Что Вас особенно поразило в метановых озерах на Титане? Ждем Ваших отзывов в комментариях. Теперь нажмите на одно из изображений в титрах, чтобы перейти к другим интересным постам. Большое спасибо за просмотр! Берегите себя и увидимся в следующий раз!